Бой на линии смерти Бой на линии смерти Ситуация в Донбассе Ночь на 26 января в Донецкой и Луганской народных республиках вновь прошла крайне неспокойно. В населенных пунктах ДНР в результате ночных обстрелов со стороны украинских вооруженных сил погибло шесть мирных жителей. Четверо из них убиты в Донецке, по одному человеку, Горловке и Докучаевске. Так, в Петровском районе Донецка в собственном доме убиты 29-летний Иван Смирнов и его трехлетний сын Саша. Накануне ополчением были подавлены позиции артиллерии в СУ под Горловкой, что позволило кардинально снизить интенсивность обстрелов этого города. Именно в Горловке в настоящее время самая тяжелая ситуация. Город практически беспрерывно находился под шквальным огнем тяжелой украинской артиллерии. К 23 января, по официальным данным Горсовета, погиб 101 горловчан, в том числе 9 детей. Однако за минувший выходный счет потерь среди гражданского населения увеличился, только в субботу убито 5 человек. Причем особенно кровавыми стали последние две недели. В городе настоящая гуманитарная катастрофа. В результате обстрелов повреждены высоковольтные линии электропередачи, обесточены обе фильтровальные станции. Из-за отсутствия электроэнергии и газа остановлено 51 котельная. Без электричества и тепла температура воздуха в домах опустилась ниже 10 градусов. И это там, где уцелели стекла. Тысячи человек хотят покинуть город, однако в условиях непрекращавшихся обстрелов сделать это было практически невозможно. В Донецке без отопления остаются 109 домов, 3 больницы и 6 учебных учреждений. В городе обесточено более 140 трансформаторных подстанций. В воскресенье массированным артиллерийским обстрелом подвергся Докучаевск. Местные жители сообщали, с часу дня все улупят по городу как проклятые. Из всего, чего только можно, бьют с Волновахи, Новотроицка. Минимум трое убитых гражданских, много раненых. Разрушена пятиэтажка, много домов горит. На рынке в здании два этажа сложились. Есть жертвы. Очевидцы говорят, что под завалами люди кричат до сих пор. Сегодня просто ад. Люди молятся и ждут освобождения ополчением Волновахи. Первомайские, ЛНР, сотни жителей города проводили в последний путь народного мэра Евгения Ищенко. Для них он стал человеком, который оберегал и защищал родной город от украинских карателей. Вместе с горожанами переживал постоянные обстрелы, создал социальные столовые, организовал восстановление инфраструктуры и поврежденных зданий. 24 января автомобиль Евгения Ищенко попал под обстрел украинской диверсионной группы. Вместе с ним убито четверо волонтеров из России, занимавшихся доставкой в Первомайск, который очень сильно пострадал от боевых действий, гуманитарной помощи. Между тем по всей линии соприкосновения, которую у нас называют линией смерти, не прекращаются боевые действия. 25 января в СУ предприняли неудачную попытку штурма Еленовки. У противника много убитых, есть взятые в плен ополченцами. Силы ополчения освободили село Красный Пахарь, ДНР, завладели новым трофейным танком. Поселок Пески близ Донецка по-прежнему контролируется ополчением лишь частично. Авдеевка – в руках украинских силовиков. Напомним, что, лишь вытаснив СУ из этих населенных пунктов, можно обеспечить относительную безопасность Донецка. Ополчению удалось взять господствующие высоты у Дебальцева. Бой здесь продолжается. Задача – замкнуть окружение украинских войск в Дебальцевском котле. После полудня в понедельник обстановка в ДНР резко накалилась. Украинские подразделения стягиваются к населенным пунктам республики. Как сообщают, через Красное Село в сторону Дзержинской горловки идет колонна танков в СУ из 15 единиц, ополчение ведет бой на окраинах. В Донецке в очередной раз перебит водопровод. Возобновились массированные удары по горловке и до Кучаевску. Под огнем микрорайон Горняк в Янакиево и Углегорск. Украинская артиллерия нанесла удар по одной из электроподстанций в Киевском районе Донецка, которая питает шахту имени Заситька. В результате около 500 горняков на несколько часов оказались блокированными в забое. Позже всех шахтеров удалось эвакуировать. Прибывший в горловку глава ДНР Александр Захарченко заявил, что Донецкая и Луганская народные республики создадут общий фронт, и напомнил, что наступление сил ополчения необходимо для того, чтобы не допустить обстрелов населенных пунктов у линии разграничения. Захарченко также сообщил, что 90% железнодорожных путей, соединяющих ДНР с территорией Украины, в результате ведущихся боевых действий на сегодняшний день повреждены. 27 января 2015 года.